Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Проблемы наркомании на прошлой неделе обсуждали весьма активно. Во всех правоохранительных органах, правительстве, школах проходили совещания и классные часы. Причина тому – отравление спайсами четверых человек в Забайкальском крае, для которых все закончилось весьма удачно и никто не погиб. В библиотеке имени Пушкина собрали школьников для того, чтобы рассказать им о вреде наркотиков, предупредить их об опасности. Работники наркоконтроля, Минздрава и Минобразования провели с ребятами скорее доверительную беседу, чем поучительную, рассказав о том, с какими проблемами можно столкнуться, если начать принимать наркотики. Нам хотят объяснить, что такое наркотики и как они вредят в нашей жизни. Наркотики – это плохо, как и курение, алкоголь и прочие вещи, которые вызывают зависимость. Сам не сталкивался, но есть знакомые, которые баловались, кому-то удалось завязать, кто-то дальше продолжает. У нас ситуация довольно напряженная. К нам поступают наркотики сейчас из Афганистана через таджикскую границу героина. К нам поступают наркотики из Южной Америки, кокаин. У нас есть, сейчас даже в Чаде появились синтетические наркотики, новые спайсы. Они поступают в основном из Китая. Кроме того, у нас и есть наркотики, которые у нас выращиваются, изготавливаются здесь, в том числе и на территории Забайкальского края. То есть этого разнообразия наркотиков у нас достаточно, к сожалению. Есть случаи суицидов. То есть в этом состоянии человек, он себя не контролирует совсем. Есть видеоряд, где люди выбрасываются из окна, попадают под колеса машин, их судорогами сводят. Потом они долго приходят в себя. Также в ходе встречи школьникам показали фильм, где на кадрах мелькали наркоманы во время эйфории, дети, которые погибли из-за наркотиков, шприцы. По ситуации в Забайкальском крае нам освещает наркоконтроль, наркологический диспансер. В силу своей специальности я могу осветить в контексте этой темы ситуацию с ВИЧ-инфекцией, с проблемой. Данная проблема на территории актуального края сейчас в настоящий момент очень актуальна, так как эпидемия продолжает развиваться высокими темпами. Сейчас мы эту проблему озвучиваем, потому что основные пути передачи – это через кровь, как правило, употребление внутривенных наркотиков, половой путь и от матери к ребенку. По статистике на территории Забайкальского края зарегистрировано на 1 октября 2014 года 5441 человек. Но мы говорим о том, что это верхушка айсберга, то есть это официальная статистика. Те люди, кто встал к нам на учет, наблюдаются и получают лечение. Основная масса населения – это не выявлено. Также важно очень сказать, что действительно эпидемия нарастала, развивалась среди наркоманов через употребление внутривенных наркотиков. Сейчас у нас статистика меняется. Отметим, что родителям нужно задуматься и быть внимательнее к своим детям, потому что никакие профилактические беседы с учителями не заменят родительской теплоты, понимания и помощи. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забинфорум.